Случилось так, что обезьяны за ним погнались, в общем загнали бедного человека, ну не совсем молодого уже. Тот упал на лестнице, ударился в бетонный пол и впоследствии скончили. Идийские домушники пользуются услугами макак. Делается это так, легкая макака влезает в форточку, после этого обезьянка появилась крайне смышленная. Обезьянка открывает дверь, воры входят в дом и забирают, что не является вождение транспорта какой-то запредельно сложной задачей для обезьянок. То есть дальномер у нас и у обезьянок работает совершенно одинаково. У них великолепно работает биомеханически, да, очень хорошо конечности развиты и многое могут себе позволить руки обезьян. Вот что сделать? Как их оттуда убрать? Охотиться на них нельзя, это идея. Можно только одним способом, их надо увезти. И тут мадари абсолютно сверхценные нам товарищи, потому что обезьянки их как бы берут эту стаю и уводят за собой, уводят за окраину города, а вернутся обратно как правило. Это на самом деле древняя семейная группа, где вот эти умения передаются от отца к сыну. Мадари удивительные вещи демонстрировали, еще знаете, в эпоху, когда в Индии была империя великих моголов, в эпоху британского правления. Очень-очень давние приручением обезьянок и приручением змей занимались исключительно индийские мусульмане. Вообще слово факира, оно происходит от слова факих. По-арабски это значит знаток, мудрец, да, часто факихами называют тех, кто хорошо знает Коран и комментирует Коран. Гигантопитек раза в два больше, чем самая крупная горилла. Это оказались орангутаны, ну судя по костям. В гигантопитеке на деревьях, конечно же, не жили, потому что такое огромное существо, ну не выдержал у меня этого дерева, но им было и не нужно. Они просто ходили почти прямо. Объем мозга у них превосходил наш и превосходил объем мозга неандертальца и вообще всех наших непосредственных предков и наших непосредственных родственников. В небу гораздо больше Африка, большое количество урана в почве, вылетает из одного ядра нейтрон, попадает в другое, инициирует распад этого, попадает в третье и так далее. Они постоянно обмениваются этими нейтронами и что происходит? Происходит реакция, да. Но почему не происходит атомного взрыва? Потому что эти, скажем так, ядра урана, они разбросаны на большой площади и перемешаны с не радиоактивными веществами. В этих местах высокий естественный уровень радиации, лучистой энергии. И ничто так не подстегивает эволюцию, как воздействие лучистых энергий. Получается такой график, да, вот симпатия, значит, сначала немножко растет, по мере того, как робот, который изначально выглядит как металлический шкаф, мигающий, он постепенно становится с человечком, облетает ручки и ножки, симпатия растет. А потом, когда робот становится совсем от нас неотличим, обвал происходит симпатии. И становится он одним из самых омерзительных для человека, да, образов, где только могут быть.